Гайнан Кюкай Гайнан Кюкай, младший, является U.R.T.V УДО-ретровирус, который был создан для борьбы с УДО, который появился на планете Милта Вагар Т.С-4740 Он имел возможность держать его товарищ U.R.T.V, который включен Альбидо Пьяцой и Негряду, он же Гайнан Кюкай, через духовную связь, Рубида внезапно было видение разрушения Милта, который сломал ссылку и вызвал U.R.T.V, чтобы сойти с ума и убивать жителей Милта, а также другого U.R.T.V.H Рубида, наряду с Негряду, были спасены до того Милта исчез в бездну Паджин Узуки, старший брат Шеон Узуки и Хаоса Хотя Рубида является самым старым из сохранившихся в U.R.T.V., он имел его тело модифицировано, чтобы остаться на своем появлении 12-летнего мальчика Из-за этого, он принял облик приемного сына Гайнан Кукай, Негряду Он также имеет возможность ввести специальный режим, Рид Драгон, который он может использовать для борьбы с УДО Тем не менее, иногда бывает трудно сказать, если он является зрелым существом или еще маленьким мальчиком, так как он все еще может действовать немного сыпь Рубида также имеет доступ к активам Кукай Фонда, которые включают Дреднаута Дюрандель, который он использует для сбора и ограничится 13 Зохар эмуляторы, которые были созданы Он также использует Дюрандель ограничить людей, которые были превращены в Гнозису от прикосновения другого Гнозису, Шеон Узуки это тот человек, который избежал этой ужасной судьбы Он также очень любит Момо, из-за его предыдущего отношения к человеку, она была смоделирована после, Сакура Мизрахи Кос Эмоэс Кос Эмоэс, рекурсивный акроним для космособей стратегических Малтропролоператион систем, является персонаж из ролевой серии видеоигр Хиносага Кос Эмоэс представляет собой бронированный геноид, разработанная межзвездной конгломерата, Vector Industries Она сделана полностью из механических частей и наномашин Она запрограммирована основана на принципах логики, вероятности и завершения ее поставленной задачи Тем не менее, угрозой физической безопасности ее сотворца, Шернузуки, вызывают Кос Эмоэс временно игнорировать эти параметры Ее имя развития является, КПЭКС, и она себя классифицирован как, специальная хуманоид антигнозис уничтожения оружия Ее серийный номер, 000000001 Она оснащена, оптимизированной личности ОС, чтобы помочь в общении, и кажется неспособной эмоцией Момо Мизерхи Момо является Риолиан более конкретно, прототип сотой серии Наблюдательный Риолиан Развитая по специальной технологии для борьбы с гнозис и использовать эффект Гильберта Она была создана с появлением и личности маленькой девочки, как и все Риолианы Она не стареет или иначе изменения от ее внешнего вида выпускаемого Шернузуки Как молодая девушка, жизнь Шион перевернута вверх дном Она жила с обоими родителями на Милтейского до конфликта Ее мать была неподвижна и дрейфовал выезд комы, так что она заботилась в больнице Отец Шион провели много времени, работая, поэтому Шион заботилась в Риолиан имени Февронии Во время третьей операции спуска в конце Милтейского конфликта, родном городе Шион попал под прямой атакой силами Федерации Во время битвы, Шион сделал свой путь в больницу, чтобы найти ее родителей Она нашла гораздо больше, чем любой ребенок должен видеть, как оба ее родители были убиты мятежными Риолианы прямо на ее глазах Шион погибла бы так же, но ее брат Джин спас ее Джин позаботился о Шион, пока она не была достаточно стар, чтобы заботиться о себе Поскольку она была исключительно яркой, это было недолго Она получила работу на 1-й Арамперсанди отдела Вектор Индерстрис, в возрасте до 18 лет ее молодости, внешний вид и веселая личность принесла ей много друзей в дивизии, а ее резкий интеллект быстро продвинулся ее по карьерной лестнице Она была повышена до юниор-главного инженера проекта КосМОС под Кевину Инникрт Оба были потрясающей матч и быстро влюбился Проект прогрессировала быстро, пока Кевин не был убит Космос, когда она была разбужена преждевременно Шион присутствовал, как ее и создание Кевина убили ее любовника Хотя травмированы и боятся гроз, оба Кевина и ее родители были убиты на бурную ночь, она продолжала с проектом КосМОС Она похоронила ее прошлое так глубоко, как только могла, и в очередной раз поставил ее веселую личность Некоторые из тех, кто близко к ней, как и Ален Риджли, мог видеть через это, но они продолжали оказывать поддержку Только после того, как планета Ариадна исчезла, Шион был на борту в Оглинде, когда он подвергся нападению со стороны большой группы Гнозис Она была захвачена одним, но КосМОС самостоятельно начал и был в состоянии спасти Шион Последующее разрушение в Оглинде оставил Шион и Ален в спасательную капсулу Сэндрю Черенкова цепляется к внешней стороне Елиса нашел их, и поездка Шион в историю начала Она с тех пор осталась после того, как Вектор подозревая, что Ю.М.Н, предположительно построен Вектор Индрстрис, были тесно связаны с терроризмом Гнозис У нее есть много сомнений по поводу событий Милтийского конфликта и объединился с Сэрнтир, чтобы раскрыть правду Уилл Хелл Вильгельм является таинственный основатель и генеральный директор крупнейшего межпланетной конгломерата, Вектор Индрстрис в видеоигре Хиносага Он также служил в качестве директора Исполнительного комитета Галактики Федерации, вплоть до 10 лет назад Он является одним из основных антагонист Хиносага и Амперсант Хиносага 2 и главного антагониста Хиносага 3 в серии Хиносага Зигурат 8 98 лет до этого, солдат по имени Ян Саур умер, когда он покончил с собой после смерти его жены и пасынка в руках террориста Тем не менее, из-за закона о жизни Ресы Клинг, его тело было перенастроить в Киборга по Зикакурата Индрстрис, и получил официальное название Зикакурат 8 Как Реолианы, Зикакурат 8 имели мало прав человека, так как он не считался, человеком, себя, и страдал некоторые дискриминации, как Киборги и Реолианы пришлось пережить Его последняя миссия для Галактической Федерации было, чтобы получить сотые серии наблюдений Реолиан-прототип, Момо, и Зла Путиц Однако, как только он это сделал, Момо сказал ему, что ей не понравилось назначение он имел, и прозвали его, Зигги, который застрял Зигги затем взял Момо прочь к Эльзе Ван Брабанта, где они надеялись возглавить к второй милиции без инцидентов То есть, пока Эльза не столкнулась с КосМОС, который плавает в космосе после нападения в Оглинде После того, как убедить капитан Мэтьюс взять у выживших Ален Риджли, лейтенант Луи Вергилия и Шеон Узуки, Зигги решил взять на КосМОС, видя ее и ее друзей в качестве угрозы для миссии После короткого боя, который был разогнан Момо и Шеон, Зигги узнал о тяжелом труде этих групп, и принял их как своих друзей, что-то киборг было мало Чаос Хаос является игробельный персонаж в серии Хиносага Не так много известно о Хаосе или его прошлое Его личность добрая и нежная, с философской мудрости и зрелости, которые придают свой истинный возраст Редко он, кажется, расстроен или стресс, принимая почти все в ходу Спокойный и созерцательный характер Хаоса такова, что что младший даже обвиняет его в том, очень медленно Большинство людей, даже совершенно незнакомые люди, выразить, как успокаивающее и успокаивающее его присутствие, часто открывая его полностью со своими проблемами, как и в случае с Алином Тем не менее, при всей своей жизнерадостности и, казалось бы, беспечность, Хаос обычно описывается как имеющий близкую и бесконечную меланхоличным выражением, проистекающим из какой-то неизвестной тревоги и несбывшейся состоянии Несмотря на то, что он часто говорит, что он не любит сражаться, он все-таки делает это, чтобы защитить других и помочь своим друзьям Имя Хаоса всегда намеренно написано в нижнем регистре, хотя причина этого неизвестна Это прямой контраст по отношению к имени Кос МОС, которое всегда пишется в верхнем регистре, потому что это аббревиатура Другой контраст между этими двумя персонажами является производной смысл их названий Хаос буквально означает анархию и беспорядок в то время как Космос означает «порядок» на греческом языке В официальных художественных работ, он иногда изображается с шестью белыми крыльями ангела Анархия Анархия Анархия